Итак, мы направляемся в микрорайон Кунай. Сейчас мы находимся на дороге Кустанай-Рудный. Вот уже впереди показались дома нового микрорайона Кунай. А слева это дачное общество Чапаевское. Согласно плану застройки этого микрорайона планируется построить 30 многоэтажных домов. Будет предусматриваться также три вида застройки, кроме многоэтажных 30 домов. То есть это одноэтажная застройка, двухэтажная застройка, коттеджного типа и мансардная застройка. Общая площадь строительства около 500 гектар. Также планируется построить две школы и три детских сада. Как пишет местная пресса, визитной карточкой нового микрорайона станут не многоэтажки, а частный сектор. Микрорайон Кунай будет самым большим по площади районом областного центра. Ну а слева вдоль дороги мы видим столбики кронированных деревьев. Сейчас мы подъезжаем, подъехали к повороту на Кунай, на поселок Кунай. И с левой стороны, и с правой стороны, это будущая застройка нового микрорайона Кунай. На сегодняшний день построено 17 многоэтажных домов. Это пятиэтажные дома. Мы в сам микрорайон не планируем заехать, но снимем эти дома, которые уже сейчас построены. А также проедем по поселку Кунай. Вот уже мы видим дома поселка Кунай. Поселок Кунай в прошлом был отделением совхоза Краснопартизанский. Поселок Кунай, поселок Кунай, поселок Кунай. Поселок Кунай, поселок Кунай. Кстати говоря, к этому микрорайону уже подведены коммуникации, водопровод, канализация, электроснабжение. Сохранится ли сам поселок Кунай, к сожалению, я такой информацией не владею. Ну вот слева мы видим под красной красной крышей это школа. П зон для благополучия. Очень amigos. Потому что в колонии у нас вызван, не наберёг. Понимаете. Круто, это способ. Ну справа мы видим и слева магазины, это вот новый магазин, а магазин, который находится справа, если я не ошибаюсь, он был построен уже давненько, то есть, может быть, даже еще в советские времена. Это новый магазин, а вот другой магазин. В поселок Кунай входит автобус номер 103, настоящий город. Сейчас мы едем по улице Байтерек. Впереди вот видно сооружение зернового тока, который сохранился еще с советских времен. Действует он или нет в настоящее время, я не знаю. Сейчас вот повернули и мы видим новый микрорайон Кунай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уезжаем на окраину поселка Кунай и видим дома уже построены в новом микрорайоне Кунай Вот вдалеке мы видим 17 домов которые уже построены еще значит будет построено 13 домов и того 30 многоэтажных домов ну это панорама поселка Кунай зерноток зернохранилище abi и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...